И категорические приветствия всем участникам мероприятия по созданию безумия с помощью безумия посредством безумия. И в данном материале мы попробуем ответить на несколько вопросов, которые всплыли в комментариях к предыдущим роликам. Собственно говоря, я обнаружил два комментария, на которые можно ответить относительно быстро и без особых сложностей. И, соответственно, этот материал я и продемонстрирую, поскольку, собственно говоря, на это есть и время и возможность это сделать. Плюс, поскольку еще один момент напрямую вытекает из этих комментариев, заодно мы посмотрим одну привязанную и взаимосвязанную с этим делом тему. А именно сегодня мы разберем три вещи. Вещь первая — это атака ближнего боя и каким образом ее можно интегрировать в возможности нашего персонажа. Второе — это прыжок от стены. И третье, что вытекает из прыжка от стены в определенном смысле — это двойной, ну или многократный, условно говоря, прыжок, который совсем несложно сделать после всех манипуляций, которые необходимо провести для того, чтобы научить персонажа прыгать от стен. Ну, на самом деле, конечно, те примеры, которые здесь приведу я, являются довольно-таки даже не простыми, а суперпростыми, суперпримитивными решениями, на базе которых, с учетом ввода дополнительных условий, параметров, возможностей, учета, например, нормалик поверхности, отскока и так далее, можно строить целые механики. И, во-вторых, конечно, надо еще учитывать множество параметров, потому что, например, в моем решении персонаж имеет дурную привычку застревать в любых неровностях поверхности. Поэтому это тоже надо каким-то образом учитывать и обрабатывать. Но для самого принципа того, каким образом вообще можно реализовать прыжок от стены, это, в принципе, и релевантно. Техника будет примерно такая в любом случае. Просто выплывают дополнительные условия, дополнительные тонкости, плюс требования к самой структуре уровня, объектов на уровне и так далее. Значит, первое, что нужно для того, чтобы прыжок от стены вообще работал, Ну, на самом деле, есть много подходов тоже к тому, каким образом это делать. Мы просто назначим некоторым стенкам статус того, что они пригодны для прыжка от стены. Для этого мы выберем соответствующую стеночку и добавим ей тег walljumpable. Делается это как обычно. В разделе tags добавляем соответствующий тег соответствующим объектам. Теперь наш персонаж будет воспринимать эти стенки как такие, от которых можно отпрыгнуть. Далее. Для того, чтобы, собственно говоря, заработал этот самый прыжок, нам необходимо ввести несколько параметров и добавить нашему персонажу дополнительное состояние. А именно состояние зазависшего у стенки. Ну, опять-таки, во-первых, это состояние может длиться разное время, и оно нужно для того, чтобы игрок мог успеть отреагировать на сам факт того, что персонаж вошел в контакт со стеной и готов от нее отпрыгнуть. В принципе, опять-таки, это может делаться и по-другому. Можно производить сканирование пространства вокруг персонажа, находить ближайшие объекты. Если он достаточно близко, то отталкиваться от него, то есть вычислять вектор между точкой, где находится персонаж, точкой, где он ближе всего касается стены, и поэтому вектор ему придавать ускорение. Это вариант. Вот, мы сделаем, опять-таки, более такое простое дубовое решение, но на базе этого решения несложно сделать и тот вариант, который я только что описал. Значит, что мы делаем? Мы вводим ряд параметров. WJ таймер, это наш счетчик зависания у стенки. WJ state, это сам факт того, завис персонаж у стенки или нет. WJ vector, это то направление, куда персонаж отпрыгнет. WJ lock, это та точка, в которой персонаж зависнет у стенки. On ground, это статус персонажа, которым проверяется, приземлился он или нет. И, наконец, post WJ, это состояние, которое происходит между прыжком от стенки и приземлением на землю. То есть, это значит, что персонаж отпрыгнул от стенки и сейчас не может совершать повторно такие действия. Хотя, это все тоже настраивается. Соответственно, с этим можно играться. Значит, что мы делаем? Первым делом, естественно, мы пишем кастомное событие. Традиционно напоминаю, что кастомное событие добавляется с помощью add custom event. Мы его называем onWSJ try to detect. И в этом состоянии наш персонаж будет пытаться обнаружить, где именно находится стенка. Что мы делаем? От лица нашего персонажа, detector location, мы выполняем line trace. Line trace до точки, которая находится в 20 единичках, в нашем случае, от персонажа по направлению его взгляда. Вспоминаем самое первое видео, и за что отвечает параметр dirx. Это коэффициент направления взгляда по x. Соответственно, суммируем эти векторы, получаем начало трейса и конец трейса. То есть мы проводим воображаемую линию между точкой, где находится наш персонаж, и точкой, где предположительно может находиться стенка. Соответственно, протрейсили. И если мы на что-то наткнулись, то мы выводим этот результат с помощью параметра breakHitResult. И структурный компонент hitactor это, собственно говоря, ссылка на того актера, по которому попал наш трейс. Соответственно, мы проверяем, есть ли у этого актера тег walljumpable, то есть является ли этот объект тем, от чего можно отпрыгнуть. Если он является, и если мы не находимся на земле, то есть таким образом мы попросту предотвращаем возможность того, чтобы персонаж перешел в стенопрыженное состояние, стоя на земле. Мы переходим на следующий этап. На следующем этапе мы выполняем определенную проверку. И на самом деле, кстати говоря, здесь есть избыточный, избыточный, избыточный момент. Да, вот этот момент является абсолютно избыточным. Вот таким макаром. Если мы столкнулись с соответствующим объектом, этот объект всегда находится перед нами. Мы запускаем таймер. В данном случае мы даем игроку аж секунду на то, чтобы он принял решение, хочет он прыгать или нет. На самом деле, конечно, этот таймер можно и нужно делать меньше. И параллельно сразу же назначаем состояние WG State. Также мы ставим статус PostWG. То есть полностью мы говорим, все, персонаж завис у стенки. И вне зависимости от того, прыгнет он или нет, он находится в состоянии пост прыжка. Далее мы устанавливаем GetActAllocation и записываем это положение нашего персонажа в наш параметр WG Log. Это место, где он зависнет. И, наконец, сбрасываем счетчик прыжков. Это пригодится для двойного прыжка. И в зависимости от того, стенка находится слева от нас или справа, то есть мы смотрим локацию, и мы смотрим точку, где наш трейс столкнулся с объектом. Если эта точка находится слева, то есть координата x игрока больше этой координаты, то в таком случае мы задаем вектор, направленный направо. То есть мы отпрыгиваем от стенки вправо. Если же стенка находится справа, то отпрыгиваем мы от стенки влево. И, соответственно, задаем отрицательный вектор прыжка по x. Но это еще не все. Следующее событие, которое мы также пишем, это OnHandleWGParams. Это тоже кастомное событие, в рамках которого мы проверяем, а что, собственно говоря, с нашим игроком происходит, когда он находится в состоянии зависшем. Ну, первым делом, естественно, мы проверяем, больше нуля таймер или нет. Если таймер все еще больше нуля, то, во-первых, мы уменьшаем таймер на наш DeltaTime, как это обычно делается со всеми таймерами, и удостоверяемся, что статус WJState положительный. Если таймер упал ниже нуля, соответственно, WJState у нас отрицательный, мы не у стенки. Вот, если WJState у нас положительный, то мы принудительно переносим игрока в нашу координату WJLog, то есть оставляем его за вишем у стенки. В нашем event.tick мы, соответственно, добавляем эти два наших события. Он WSJ try to detect и on handle WJ params для того, чтобы, собственно говоря, мы могли, собственно, обрабатывать эти события, чтобы прыжок от стенки работал. Также мы добавляем событие event on landed. Это стандартное событие. Вот оно. В котором мы сбрасываем пост WJ, потому что игрок приземлился. Мы ставим статус on ground, потому что игрок приземлился. И мы сбрасываем число прыжков. Это потребуется позже. И, наконец, собственно говоря, сам обработчик прыжка. Самая веселая часть. Значит, как видите, наш обработчик прыжка немножечко, ну, совсем капелюшечку разросся. Он сейчас включает в себя как двойной прыжок, так и прыжок от стенки. Первым делом разберемся с прыжком от стенки. Прыжок от стенки будет срабатывать в момент, когда пользователь отпускает клавишу пробел. Как и в раннем варианте с лестницей, мы первым делом проверяем, что персонаж вообще-то не находится на лестнице. А дальше мы проверяем, находится ли персонаж в состоянии wall jump. В обоих случаях. И при нажатии, и при спуске кнопки. Если персонаж находится не в состоянии wall jump, то мы выполняем традиционный стоп-джампинг, как это было задано изначально в решении от эпиков. Если же персонаж находится в состоянии wall jump, то есть завис у стенки, на которую он напоролся, то в таком случае мы первым делом чуть-чуть, буквально немножечко по вектору будущего прыжка отодвигаем персонажа от стенки. Это делается просто на всякий случай, если по какой-то причине персонажа прижало к стенке слишком плотно, чтобы он об нее не зацепился банально. Технически это делать не обязательно, это предосторожность. Далее мы выполняем, опять-таки, стандартную функцию launch character, которая придает нашему персонажу пинка под зад. И пинок этот идет по нашему параметру wj-vector. После чего мы сбрасываем таймер, убираем состояние wj, что мы выполняем прыжок от стены. Ну и, собственно говоря, все, миссия выполнена, персонаж может прыгать от стенки. Вот это, кстати, тоже можно убрать, это вспомогательные текстовые сообщения для отладки. Далее. На этом этапе, на момент, когда мы просто нажали на кнопку прыжка, мы, собственно говоря, выполняем сам прыжок. Обычный jump. Однако у нас появляется некоторая дополнительная возможность сразу же сходу добавить многократные прыжки. Что мы делаем? Мы вводим переменную jumps, целочисленную. Если прыжков меньше одного, то мы просто прыгаем с поверхности. Если мы находимся в состоянии пост-волджампа, это значит, что мы уже зависли в воздухе. Соответственно, просто прыгнуть мы не можем. Поэтому мы отказываемся от стандартной функции jump. Также, естественно, мы отказываемся от стандартной функции jump, если мы уже выполнили хотя бы один прыжок. Это, опять-таки, означает, что мы уже находимся в воздухе. И в этом случае вместо обычного jump мы используем launch character. В противном случае мы используем обычный jump. Ну, и также launch character не будет срабатывать, если число jump стало больше или равно 2. То есть мы можем прыгнуть в воздухе по сути один раз. Один раз от земли, один раз в воздухе. Вот. Если мы прыгаем от стенки, то опять-таки у нас есть возможность выполнять дополнительные прыжки в воздухе. Выполняем функцию launch character, которая в нашем случае просто использует то же самое числовое значение скорости прыжка, что записано в наших настройках character movement. То есть, по сути, мы дублируем наш обычный прыжок. Галочка zoverride в этом случае принуждает систему запускать нас по оси z без привязки к текущему состоянию. То есть, если мы уже падали, то мы все равно будем запущены вверх с нормальной скоростью, без учета того, что мы падали с какой-то скоростью уже вниз. Потому что иначе, если мы разогнались там до 1200 в падении, то эти 600 вверх всего лишь нас чуть-чуть замедлят на время. Нас, естественно, не устраивает. И, естественно, после каждого прыжка мы делаем jumps++ для того, чтобы увеличить счетчик прыжков. И, естественно, если мы прыгнули в воздухе, мы снимаем статус post WJ, и что позволит нам опять прыгать от стенок. Давайте посмотрим, работает ли эта система на практике. Работает она? Ну, как-то доработает. Да, замечу, что под это дело я собрал небольшой уровень, чуть более комплексный, чем был. Вот. И, как видите, прыжки от стенки работают. Да, эти штуки мы с вами посмотрим позже. Теперь, что касается удара в рукопашную. Удар в рукопашную, естественно, потребует от нас некоторых дополнительных действий. А именно, нам придется, ну, опять-таки, добавлять в персонажа игрока определенный новый функционал. Ну, что мы делаем? Мы добавляем несколько новых тонкостей. Несколько новых переменных тонкостей. Hit Frame Min будет обозначать кадр, с которого минимум в анимации мы должны нанести удар. Hit Frame Max это кадр максимум, на котором мы должны нанести удар. Это такое средство защиты от провисания фреймрейта, на самом деле. То есть, если у вас есть сложная анимация, в которой много кадров, то вот в этом интервале обязательно должна произойти атака. Ну, и, например, если ваш персонаж замахивает какой-нибудь рапира и наносит резкий удар, то ваше нанесение урона в идеале должно произойти именно в тот момент, когда персонаж реально наносит удар, а не там, в самом начале или в самом конце этой анимации, когда персонаж там уже отвел меч или только занес меч. Вот. И вот этот вот диапазонный интервал времени как раз позволит нам это реализовать. Далее. Естественно, мы вводим параметры WannaHit, HitTimer и HitReload. Ну, и HitDun, который будет означать, что в рамках этого интервала удар прошел успешно. Значит, что мы делаем? Мы вызываем, добавляем в наш Project Settings, в раздел Input, новый ивент под названием MeleeHit. MeleeHit это, да, атака в рукопашной. В нашем случае пускай будет на кнопочке F. В самом персонаже мы, соответственно, находим наше событие MeleeHit, InputAction MeleeHit. Мы его вызываем традиционно, да, то есть оно доступно. И существует в списке событий. И добавляем сразу же кастомное событие OnHitNeeded, которое тоже будет обрабатываться в нашем тике. Вот оно, OnHitNeeded. Ну, оно, в принципе, механика параллельно тому, как мы стреляем, только мы бьем и не стреляем. Значит, в основном событии InputAction MeleeHit мы просто смотрим, хотим мы бить или нет. Пока игрок жмет на кнопку, мы хотим бить. Как только игрок перестает жать на кнопку, мы перестаем хотеть бить. Логично. В наш обработчик анимаций мы просто вставляем традиционный блок, OnHit, и воспроизводим заготовленную анимацию RRHit. Ну, опять-таки, как она будет называться в вашем случае, так она будет называться в вашем случае. Мы просто должны отрисовать, что персонаж бьет в рукопашню. Далее. OnHitNeeded. Здесь происходит все интересное. Опять-таки, это событие во многом отзеркаливает то, как работает стрельба. Таймер удара, если он меньше или равен нулю, то в таком случае удар может производиться. Значит, в случае, если он не равен нулю, то таймер сбрасывается, и мы сбрасываем статус, что удар произведен. Если же таймер меньше или равен нулю, то есть мы готовы бить, и мы хотим бить, то есть OnHit присутствует, мы начинаем, собственно говоря, выполнять наши действия. Узнаем, на каком кадре находится наш спрайт. Наш спрайт, это вот этот вот компонент, да, собственно говоря, спрайтик, который воспроизводит наши анимации. У него есть функция GetPlaybackPositionInFrames, то есть на каком кадре находится текущая анимация. Если удар еще не выполнен, а также если текущий кадр больше или равен минимальному, а также меньше или равен максимальному, мы выполняем событие HitDone, устанавливаем счетчик таймер наш равным значению HitReload, у нас 101 секунда, и выполняем опять LineTrace, то есть отслеживаем прямую линию между точкой, где находится наш персонаж и определенным направлением вперед по направлению взгляда, точно так же, как мы делали при WallJump. В принципе, только в этот раз первое, почему мы попали, первое, на что мы наткнулись, получит 10 единичек урона. Ну, можно сделать 20, чтобы урон в рукопаш, но все-таки был сильнее, чем урон от выстрела. Вот таким вот образом, в принципе, без особого труда можно сделать простейший, то есть самый простой, без комбинации, без каких-то подвывертов, без усиленных атак, вариант рукопашной атаки. Опять-таки, смотрим, как это работает. Ну, у нас здесь отрисовывается трассер привязки к стене, давайте мы их отключим, этот трассер. Вот этот вот не будем отрисовывать. И попробуем ударить. Нажимаем F. И на 2 секунды рисуется наша линия удара. То есть вот на всей этой линии, если находится враг, он получит по мордася. Причем, обратите внимание, трассер появляется именно на втором кадре анимации, то есть когда оружие находится примерно на середине своей траектории. Вот примерно таким образом это можно все дело реализовывать. Опять-таки, если мы хотим, чтобы наш персонаж бил быстрее, то мы можем, например, исправить анимацию атаки, для того, чтобы она срабатывала пошустрее. Сейчас она имеет 3 кадра в секунду. Ну, давайте мы сделаем 8 кадров. Вот. Но в таком случае, конечно, у нас начинается некое расхождение в скорости анимации с тем, как часто мы реально бьем. То есть мы наносим всего один удар, только быстрее, это чувствительнее, но при этом персонаж будет все время махать стволом. Вот. Ну, каким образом эту проблему решить? На самом деле совсем не сложно. Для этого нам надо зайти опять-таки в нашего персонажа игрока. И там, где мы назначаем анимацию вона хит, помимо самого вона хит, хит таймер должен быть меньше ли равен нулю. Добавляем сюда end. И теперь персонаж будет бить только тогда, когда он может бить. Ну, и мы умерли от слизняка. Вот. Примерно таким образом реализуются эти вещи. Что ж, на сегодня, я думаю, хватит. Какое-то время даже на эти вещи потребовалось. И скоро, в принципе, я буду готов наконец-то показать нормально, каким образом реализовывать систему движения. и каким образом реализовывать модульных противников, которые будут иметь разные системы поведения и какой-то элементарный искусственный интеллект, чтобы они не тупили, не падали с обрывов и так далее. Все. Спасибо за внимание. И всем удачных выходных или не выходных. Чего-нибудь удачного. Продолжение следует...